Всем привет, мои хорошие! С вами Айка, и у нас сегодня очередной мукбанг. Моя любимая шаурма в хлебе. Не знаю, сколько смогу съесть, но пахнет просто обалденно. Здесь картошка фри, здесь соус, мясо. Я обычно шаурму не заказываю в самых бюджетных местах, потому что... Ну, какое мясо может быть в шаурме, которое стоит один монат? Поэтому лучше уж, конечно, переплатить, но зато будет вкусная шаурма. Здесь у нас вода с лимоном обычная, и, конечно же, роллы. Роллы чука, они, по-моему, так называются. И давайте приступим. Приятного аппетита, если вы тоже кушаете вместе со мной. Надеюсь, что вы тоже кушаете. Буду стараться почаще снимать для вас контент, и у меня для вас есть новости. Ну, как для вас, наверное, больше для меня новости. Вот такой вот ролл классный, очень аппетитный. Макаем. Одна из моих подписчиц, которая смотрит мой канал, написала мне позавчера в Инстаграме, что, Айка, я тоже живу в Баку, смотрю тебя давно. У меня у мужа есть компания наподобие той, в которой ты работала, и мы хотим предложить тебе работу. Честно, это очень приятно. Вот прям безумно приятно, что подписчики хотят тебе чем-то помочь, как-то устроить тебя. Потому что с работой сейчас везде сложно. Я, честно, безумно благодарна за такое предложение. Мы вчера увиделись. У меня было такое небольшое собеседование. Пообщались на тему работы. Вот, обсудили некоторые тонкости. Их компания занимается не совсем тем, что я изучала все эти годы. То есть у них больше редуктора. Плюс-минус, я знаю, что это. Но не настолько хорошо, как все остальное. И вот здесь у меня встала дилемма. Вроде я не собиралась идти никуда работать, а тут такое классное предложение, такая классная компания. Девушка тоже очень приятная. Это компания ее мужа. Поэтому никогда не нужно паниковать. Когда закрывается одна дверь, открывается какая-то другая. Раньше я успевала все. Но время немножко поменялось. Я как-то стала более медлительная. И сейчас, если я пойду на работу, я уверена, что на канале будет в неделю два видео. То есть я не смогу каждый день ходить на работу. И еще снимать по два ролика в день. Поэтому мне надо выбирать либо канал, либо работа. Но работа очень перспективная, классная. В офигенном просто бизнес-центре. в центре города. С одной стороны, нужно соглашаться. Но мама меня отговаривает. Какая шаурма вкусная. Мама говорит, не спешим. Ситуация еще исправится. Все будет окей. Не нужно торопиться. С другой стороны, человек боится потерять такое предложение. А вдруг через месяц, два, три этого предложения уже тоже не будет. Понимаете? Такая вот дилемма. Вообще, если человек умеет правильно распределять свое время, все это можно организовать очень даже хорошо. Но обратите внимание на мой бумажный канал. Как только я начала снимать сюда, очень часто, с начала этого месяца, я начала очень активно снимать на канал Айка Эмили. И автоматически у меня просел канал Айка Бум. То есть там просмотры чуть-чуть уменьшились. Значит, например, я выкладываю видео. Видео сразу набирало 100 тысяч. А в последнее время видео набирает 80. 70. То есть это нормально. Я как бы не расстраиваюсь из-за этого. Когда ты меньше времени, внимания, уделяешь каналу, снимаешь реже автоматически, у тебя просмотры тоже проседают. У меня на бумажном канале за этот месяц вышло всего два видео. Пригиньте, это очень мало. 2 или 3 видео за целый месяц. Это очень мало. Естественно, просмотры тоже проседают. Здесь взять себя в руки. Например, утром встала, сняла мукбанг, быстро отделась, пошла на работу, пришла с работы, посидела, порисовала. По идее, чисто теоретически, можно это все успеть. И раньше я успевала. Но сейчас у меня не получается. Поэтому приходится выбирать. Шаурма обалденная. Ребята, никогда не экономьте на шаурме. Берите ту, что подороже. И не прогадайте. Соус какой. Шаурма не должна стоить полтора-два моната. Смотрите, цены на продукты. Плюс у это все, это просто не может быть такого. Когда в универе учились, искали, где подешевле. Вообще, я заметила, что после пандемии очень много людей заказывает еду на дом. Не идут, не сидят в ресторанах, а заказывают домой. Как только я спускаюсь вниз, каждый раз я вижу несколько доставщиков, которые внизу ждут. Раньше я такого не наблюдала. у нас доставка еды настолько доступная, что порой заказать домой намного дешевле, чем пойти посидеть где-то в кафешке. Одно дело, ты идешь в какой-то ресторан, чтобы посидеть там, почувствовать этот вайп, сделать пару фотографий. А другое дело, это самый обычный мах, где надо сидеть, ждать очередь, чтобы сесть хотя бы. И в таком случае гораздо выгоднее, удобнее заказать домой. Часто бывает в приложениях, где мы заказываем еду, там бывают скидки. Например, 40% скидка на все меню. Вообще там в приложении изначально чуть-чуть завышенные цены. Но когда 40% скидка, конечно, это очень выгодно. У меня в среднем доставка стоит 2 моната. Но опять же, все зависит от ресторана, из которого ты заказываешь. Но обычно из ресторанов, которые очень далеко, я не заказываю. Плюс-минус 2 станции метро. Туда-сюда заказал, покушал. И не только тем, кому лень готовить. Сейчас в комментариях начнут. Айка, лентяйка, неохота готовить. Даже вот жена брата, она очень любит готовить, убираться. Она вообще в этом плане умница. Она тоже очень часто что-то заказывает детям. И если так подумать, например, Макдональдсу очень выгодно, что люди заказывают на дом. Потому что в самом Макдональдсе сесть просто негде. Макдрайв тоже на полную катушку работает. Так вот. О чем мы с вами говорили? Выходить на работу или нет? Вот в чем вопрос. С одной стороны это дополнительные деньги. Деньги сейчас нужны. Плюсы. Я буду выходить в общество. У меня есть столько летних вещей, которые я никуда не выгуливаю. Каждый день буду идти на работу. После работы там с девчонками может в кафешке посидим. На одной чаше весов все это, а на другой чаше весов у меня нет кредитов. У меня есть деньги на жизнь. Ситуация может исправиться. у меня есть мечта получить кнопку. Поэтому вот так вот я. я как-то читала комментарии и одна девушка пишет мне легко, конечно, жить, вися на шее у своей мамы, пенсионерки. Трать ее пенсию. Мне просто хотелось сказать, что в смысле пенсионерки маме еще только исполнилось 50 лет. То есть ей до пенсии еще 13 лет. Как минимум. А может еще пенсионный возраст прибавят за эти 13 лет еще на 5 лет. Все возможно. Так что у нас в семье пенсионеров нет. Так, макаем. Макси. Макси. Смотрите продолжение в следующей серии. Очень приятно, что среди моих подписчиков есть зрительницы, которые так сильно меня любят, хотят помочь мне чем-то. Честно, иметь аудиторию это очень-очень круто в любом случае. С вами была Айка. Пока!